Платформа DaVinci семейство DM643072 ТМС-320, DM64-37 ДСП-процессор Основное предназначение обработки видеосигнала Видео-входы, выходы различных стандартов Последовательный интерфейс, Ethernet интерфейс Возможность какого-то расширения ПГ не совсем понятна Видимо, ОЗО, может быть, что-то еще внешне Вероятно, возможность использования в качестве видеокарты То есть данный Девелопмент Кит Все пожелания разработчикам могут удовлетворить Это ДСП-поменьше производительность 16-битная ТМС-320C5515 Набор с разработчиком В комплекте к нему идут две платы расширения Основное применение это биомедикал направление В данном случае, если одну плату ставим Это у нас электрокардиограф Другую плату стетоскоп По сути, это плата адаптации до аналогового сигнала Обработка у нас на центральном плате К ней можно относиться только с ДСП-поменьше производительность для обработки аудио сигналов Это отдельное направление семейства OMAP В одном кристалле ДСП-ядро и ядро микроконтроллера АРМ-9 Тактовая частота 6800 МГц Вот эта платка на основе Позиционерская компьютер в кармане Возможность есть загрузить операционную систему Включить монитор, клавиатуру Накопитель Жесткий диск либо флэш Все такое с небольшим компьютером Семейство OMAP это Разработка уникального текста Для мобильных устройств А потребление какое? Интересное Цифру я сейчас назвать не могу Понятно что от частоты Зависит от режимов Процессор Процессор семейства OMAP Он в первую очередь Назначен для Смартфонов Этих карманов Компьютеров Первый раз встречается Двухслойный монтаж Центральный процессор Это OMAP на плате А сверху у него Набайна ОЗУ Для сокращения дорожек Для всех факторов Устойчивость по ЭМСу 2 габариты 2 чипа Один поверх другого Вот Два типа отладочных плат Для контроллеров семейства Стелларис Микроконтроллеры с ARM ядром 32-х разрядным Кортекс М3 Большие ARM 7 Значит оптимальные Чуть дороже Относительно 8-ми Подразрядных АВР Микроконтроллеров 22-х разрядных Двухслойный продукт Точность такой же Как аналогичный Семейство Пускай Данал Девайсец И АТМО За него 8-ми Еще СТ Микроэлектроникс Чурят Вот Вот Я просто думаю Что этот процессор Более продвинутый С тем что Ethernet модуль Точно есть В этом Не знаю Выход На КВГ Мониторчик С сенсорным Экраном Корпуса У Контроллеров 1 в 1 Еще Тут Предположительно Скажем Эти два Дуона Кристалл Этот 7 Сейчас Мы Отключим Вот Запустился Вот у нас LCD Для примера Аудиоплеер Устроен Ну Сейчас Носителя нету В принципе Можем Поиграть Так И Нет Шагать Вот Чем по мне Айфон Азистивный Сенсорный Экран Видео Изображение То есть Видишь Производительности Его хватает Вот это Фактически Без умирания Обрабатывать У нас Четыре Программатора Для Четырех Наборов MSP430 Семейство Микроконтроллеров 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 16-разрядные Микроконтроллеры Эти информацию Всем Известно Тут Два Типа Платок Попроще Сами-сегментным Индикатором Микрофончик Динамик Разъемки Для Радиомодуля Для Комборта Стандартные Стандартные Это Старин Классика Жанр Разъемки Программирования Программатор Более Продвинутая Платка Графический Дисплей Тоже У нас Тут Все Стандартные Интерфейсы Но Он уже Через Юзми Непосредственно Образ Демонстраж Тоже Время Время Требет Требет Семейства Гибридный МСП430 Процессор С встроенным Прием-передатчиком Три Наборчика Игрошек Часы Температура Пульс Время Календарь Скорость Движения Чего-то Не измеряется И пара Канал Приемник Модуль Передает На компьютер Лечить Демонстражки Передает На компьютер Соответственно Программное Обеспечение На компьютере Да Конечно Можно Поиграться С этим Делом Естественно Прибор Разбирается Весь этот проект Исходники Все есть Можно Вводить Изменения Играться Перепрошивать Модернизировать Прошивку Смотр И ознакомления Интересная Игрушка Представлена радиоканальная направленность Текст Первые две короткие Это Посвященные Технологии Зигбей Безинцензионный Диапазон 2,4 ГГц Здесь Мы видим Увсеченный Набор И в более Расширенном наборе Мадеринской Платы Со сменными Модулями Либо Уменьшенной Мощности Либо С внешним усилителем По 100 млвад Здесь Где-то 4 метров Здесь 2 км Соответственно В расширенный набор Входит Еще Платок Расширения Уже Позволяет Сеть Построить Телеметрическую Куча Программного Обеспечения В комплекте Не только для Разработки Тестового Оборудования Тестового Программного Обеспечения Измерительного Для Мониторинга Сети Снифинга Пакетов Максимум В чем Нужно Работчику Спроводных Систем Технологии Управление Бытовой Техникой Альтернатива ЛКшному Светодиода Нет Внутри Сибиры Канал Приемная Платка Есть Программа На компьютере Демонстрирована Имитация Этой Работы Предназначена Как более удобная Альтернатива И к Технологии Сама Зигби Технология Батарейная Без Технология Дешевая Несколько Десятков Пару сотен метров На открытой местности Максимум Не Зигби Здесь простая Частотная модуляция Зигби Набор Стандартный Программатор Две Платки Технологии На 2,4 ГГц Здесь Блютуз Недавно Технология Начала Заниматься Блютузским Управлением Здесь В качестве Примера Платка Брелочка Технология Компьютером Коннектишься Другим устройствам Ну, сам простейший Решение Значит, для диапазона 433 МГц И 768 Это уже Дзигби Мало отношений Умеет Похожие Модули 868 433 Ну, в общем-то Смысл Такой же Отладочный Набор В комплект Дополнительно Крайт-канал Сменные Насадки Разные Диапазоны Мощности Усилительные Такого типа Модульки Вся Номенклатура Здесь Беспроводных Технологий Текст Я тут Повторюсь Значит Диапазон 433 МГц И 768 Это Мускополосный ЧМ Перетатчики Мускополосный ЧМ На 2,4 ГГц Дешевого Решения И шумоподобные Это Технология Зигби И вот Недавно Украина Технологии